Друзья, приветствую! Вячеслав из Карачаева, Черкесии прислал образцы масла Shell Helix Ultra ЕКТ C3 530, энергосберегающее масло. Смотрите, здесь два образца из дизельного Sorento с пробегом 5000-7000 и один образец из бензинового Kiosit G4 FC. Так, вот описание машин. Это понятно, лабораторные анализы. Эталон данного масла я создавал и ориентировался, кстати, на подобные анализы. Сейчас я вам покажу. С 7,5 был у меня щелочной эталон. Первым делом я решил сравнить это масло свежее от Вячеслава с эталоном. Сейчас прибор проверяет окна, измеряет фон. Сейчас я закладываю пару капель свежего и посмотрим. Сравним с тем, что я когда-то создавал. На мой взгляд, это старая рецептура. Что-то поменяли. Непонятно, честно говоря, врать не буду. Непонятно, что, но тем не менее. Смотрите, 135 процентов противоизносных присадок и на 0,6 выше щелочной. Такая же ситуация. Я вот тоже одновременно с этим маслом проверял еще Shell Helix HX8. Такая же ситуация было завышение по противоизноске и завышение по этому. И с Mobil регулярно вот такая же ситуация. Я считаю, я практически на 95 процентов уверен, что это не изменение какого-то из компонентов. Вот видите, такие результаты дает и противоизноску и все. Поэтому, что я сделал. Я сейчас обновлю спектр по этому маслу. Создам новый эталон. По стандартной схеме болванку обновляю. Вот такая спектрограмма. Сейчас я покажу вам эстеры. Здесь их особо не видно. Да, вот видите, там 0,07. Обычно это не влияет на показатели для понимания. Создам новый эталон. Посмотрите, что намерял прибор. 108 по противоизносным присадкам. Видите, какой-то компонент дает залет на 130 примерно по противоизносным. Я не знаю, как это. Сложная система. Что-то поменяли и картина вся сдвинулась. Опять же, вот видите, гликоль в минус ушел. То есть это тоже говорит о том, что какой-то компонент присадочного пакета там изменен. И вот что прибор намерил. 8,1 щелочное и 1,7 кислотное. В общем, цифры очень такие правдоподобные для С3, на мой взгляд. Поэтому я их оставляю. Даже корректировать не буду. Все, подправил немножко воду. Все, эталон создан. Можно проверять отработку. Это у нас Kia Sorento, как я говорил. 2,2 дизель, D4HB, 197 сил, 199 тысяч пробега. Пробег на этой пробе 5 тысяч километров, при средней скорости 38. Это 131 моторчас. Использовался с августа прошлого года по апрель этого топлива. Лукойл. Смотрите, сто процентов противоизносных присадок. Гликоля 0,3 процента. И посмотрите, какая низкая сажа. 0,08. Очень отлично работает топливная. И вообще вопросов нет. Подросло немного. Примерно на 0,5 кислотное и немного понизилось щелочное. То есть, видите, да? Прекрасный результат. Ну, в принципе, не так много проехала машина. 131 моторчас. Вот. Но по пассаже, конечно, отличный результат. Просто шикарный. Так, сейчас покажу вам, что с вязкостью произошло. И произошло ли что-нибудь у этой пробы пятитысячной. Так, закладываю свежую отработку. Так, секунду. И смотрите. Так, есть небольшое разжижение. Я там оценил его, если память мне не изменяет, в 11, примерно 11 процентов. Ну, минимум какой-то. Это могло и старое масло повлиять. Там, из прошлой заливки, не сливаемый остаток. Ну, или как-то конденсата больше. Ну, или условия эксплуатации. Ну, такие нюансы. Далее, следующий из этого же автомобиля, но уже с 7000 километров и 189 моточасов. Обратите внимание, средняя скорость упала. Значит, на этом интервале двухтысячном она достаточно так прилично упала. Здесь еще добавилось, видите, топливо Лукойл было. И здесь еще добавился Роснефть. И давайте посмотрим. Ну, присадок также шикарно, 93 процента. Сажи, блин, десять сотых. Там было восемь, здесь десять. Удивительно. Вообще шикарно работает, конечно. Топливное вообще или режим такой эксплуатации. Опять же, чуть-чуть нарастает, значит, кислотное. Ну, да, кстати, Вячеслав написал, что добавил немножко 80 миллилитров свежего, потому что, ну, когда пробу брал, такой же объем и добавил. Шесть и три кислотное. То есть, вообще вопросов никаких нет. Да, тут я что-то, значит, простите, упустил по гликолю, не заметил. Так, значит, сейчас покажу вам вязкость этого образца. Так, ну, удивительно, да. Самое удивительное, это вот сажа. Вроде как кажется, что черное масло. Да, здесь тоже есть разжижение, но еще меньше оно. То есть, видимо, подвыпарилось чуть-чуть. Ну, вот видите, и разжижение ушло. Здесь у нас уже пять процентов от максимального уровня. Так, это я сохраняю. И следующий образец, это из бензинового Kiosit 1.6 G4 FC 130 сил, пробег автомобиля 114 практически километров, 9000 на масле, около 200 моточасов. Ну, средняя скорость, она приблизительная, 45 километров. Она может быть и ниже, и тогда моточасов больше будет. И такая же эксплуатация. Сетевая заправка безымянная, 95 и 92 иногда. И посмотрите, картина какая здесь. Здесь, конечно, уже видно, что явный большой перекат и нитрование. Посмотрите, почти 40 и окисление даже пошло. И кислотное, и щелочное. Хотя, вот, противоизносные. Смотрите, присадки тоже неплохо себя чувствуют. 74 процента. Вот, здесь сажа тоже, процесс сгорания неплохо происходит, но явно уже и сильно перекатана. Да, скорее всего, мое предположение, что со средней скоростью Вячеслав здесь напутал, что она ниже, что она ниже 45. Вот он так ориентировочно оценил. Ну, даже если, например, на 5 не 40, то цифры уже там совершенно будут другие. Так, сейчас покажу вам, что здесь произошло с вязкостью. Такая же, картина такая же. В общем-то, видимо, условия эксплуатации такие. Высокое и среднее, много трассы и с вязкостью нет проблем. Что дизель, что бензин. То есть, отлично. Здесь тоже, значит, форсунки не льют никаких. Температура в камере сгорена нормальная. Смесь, значит, тоже в порядке. Проблем никаких не видно. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, так не пропустите новые видео. Сейчас покажу вам ресурс. Это первого образца ресурс. Смотрите, мощь и нейтрализующие свойства 485 моточасов и практически 18,5 тысяч километров. Ну, видно, да, что по нейтрованию тоже вопросов нет. 740 моточасов, но и с вязкостью тут даже. Так, для информации просто. 1200 практически моточасов и 45 тысяч километров. Ну, при нынешних тенденциях. Хотя, вот второй анализ сейчас покажет, что вязкость может, значит, меняться и в хорошую сторону. То есть, выпариваться. Сейчас, смотрите, второй анализ. Посмотрите между анализами. Разница у нас получается 9 моточасов. Это менее двух процентов. То есть, в принципе, все корректно. Да, здесь скорость чуть-чуть упала. И даже по нейтрованию, посмотрите, лучше стало. И выросла этот. Значит, даже даже вязкость улучшилась. То есть, здесь параметры получше. Но, возможно, что еще и добавление вот это. Ну, хотя это 80 грамм. Это минимальный объем такой. То есть, ну, плюс-минус понятно. Да, в районе 480-490 моточасов. Так, а вот здесь картина совершенно другая. Ну, напоминаю, что вопрос по средней скорости. И вот, видите, перекат. То есть, этого масла хватило бы там на 8100 километров. И по нейтрованию 7800 в этих условиях. По вязкостью тоже вопросов нет. Но, да, я тут ошибся. Надо было нейтрование выделить красным. Прошу прощения. Здесь, скорее всего, надо проверить. Доливок нет. Скорее всего, надо проверить воздушный фильтр, клапан вентиляции картерных газов. Потому что я считаю, что по этому параметру, значит, масло вылетает. То есть, нейтрование прибивает масло. Ну, вот такие получились тесты. Мне кажется, достаточно интересно, показательно. Вот. Благодарю Вячеслава за предоставленные образцы. За поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео. Благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Пишите комментарии. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.